После совещания многие участники не раз говорили, как на войне у спортиндустрии два варианта. Продолжать работать по новым условиям, сведением QR-кодов или закрываться полностью. Последнего, конечно, никто не хочет. Судьба свела нас максимально и с фитнес-сообществом, и с спортивным сообществом. Мы заинтересованы в том, чтобы выполнять все те необходимые меры, которые есть на сегодня, которые в дальнейшем будут, конечно, есть огромное желание сохранить тренировочный процесс. Министр спорта подчеркнул, все детали нововведений пока не ясны до официального подписания указа губернаторам. А пока известно, уже в ближайшие дни на стадионах с трибунами, а это манеж «Темп», спорткомплекс «Победа», «Читов Арена» и стадион «Динамо». Наполняемость зрителей не может превышать 500 человек. QR-коды вводятся с 15 ноября. Без них попасть на матч или в фитнес-зал будет невозможным. Сотрудниками вопрос уже проработан. Буквально осталось 1-2 человека. Я думаю, что пост решится 1-2 дня. По клиентам это не вопрос ни одного дня, ни двух дней. Будем с правдой в глаза смотреть. Это большая массовая работа, которая начнется, наверное, в первую очередь не с тех, кто будет тренироваться, а именно с тех наших работников. Как это объяснить, как донести и насколько часто это придется делать. Процедура посещения будет выглядеть следующим образом. На входе сотрудник фитнес-клуба сканирует QR-код и вход свободен. Нет электронного пропуска, попросят уйти. Для всех, у кого медотвод, ситуация однозначная. Спортобъекты для них закрыты. К слову, этот вопрос вызвал самые бурные обсуждения. Но вердикт вынесен. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.